Дневников разработчиков На любимом корабле на знакомой карте подготовили для вас несколько режимов Даня Лычкин и Дима Новожилов Что нас ожидает впереди? Впереди нас ожидает ивент, посвященный первому отелю «Ведню космонавтики» В нем будет новые четыре режима Мы решили продолжить нашу историю прошлого года и развить ее дальше Добавить новые корабли, новый антураж, новый режим Три новые планеты Планеты? Да А космос? Космос, конечно же, останется Из знакомого игроки увидят переработанный эпицентр Мы его называем в этом ивенте «Кольца Сатурна» Чем был плох старый? Достаточно для игры было всего лишь двух игроков на эсминцах Которые вставали за островом, ничего не делали, им было грустно Вокруг ходили игроки на других кораблях Где-нибудь там вдали, да? Вдали постреливали друг по другу Мы уходим от этой ситуации У нас теперь кольца и центры захватываются независимо друг от друга И чтобы хотя бы соблюдался какой-то паритет И команды не могли захватить кольца Нужно по три игрока с каждой стороны То есть если игрок стоит в центре Он никак не блокирует захват другого игрока Который стоит, например, на внешнем кольце или на среднем Эпицентр стал более динамичным И может ли так случиться, что основной эпицентр, который есть на основном сервере Изменится после ивента? Да, мы рассчитываем, что этот эпицентр в замене существующей А давай дальше про стандартный бой Что в нем будет? Там будут изменены расположения баз на противоположные Но изначально они будут гораздо большего размера, чем мы привыкли И активироваться только через некоторое время Соответственно, это некий, в моем понимании, компромисс Между классическим стандартным боем Но с мотивацией двигаться И как бы выдавливать противников с точки интереса Расскажи, как вы пришли к изменению стандартного боя? Мы попытались, сохранив преимущество для более спокойного геймплея Также дать уже в середине игры Некие промежуточные точки интереса За которые будет происходить борьба Была ли какая-то промежуточная карта? Промежуточный вариант решения? С точки зрения затрат на производство С точки зрения того, что успели запротетипировать Этот вариант больше всего подошел И хотим посмотреть, как он будет играться на продакшн сервере Атака оборона, что за режим? Это режим, когда изначально у разных команд Разное расположение, разные цели Соответственно, разные механики Например, у команды защитников будет задача Сохранить главное здание И чем больше кораблей они потеряют, тем больше Боеспособность увеличивается У атакующих же у нас есть механика респауна Это, соответственно, мотивирует атаковать Окей, интересно Но ты сказал про такую, как это сказать Очень тонкую штуковину, как торпедобит Что такое торпедобит? Мы совместили Самое лучшее, что есть у нас в игре Это турбобои, торпедный суп И отсутствие ГК у кораблей И из этого, можно сказать, сварили отдельный режим Угу Что он собой представляет? У вас скорости за 100 узлов Такие же ускоренные торпеды Отсутствие ГК То есть вы управляете… Вообще? Ну, оно переведено в ПМК Как бы стреляет автоматически Как к этому пришли в игре про линкоры, которые стреляют с 20 км? Как пришли к торпедам и быстрым эсминцам? Изначально была идея просто посмотреть, что будет, если увеличить скорость снарядов главного калибра И потихоньку пришли к тому, что играть на очень быстрых снарядах не шибко интересно А вот играть с повышенной манёвренностью, скоростями, уклонение от торпед Как раз обладает своей изюминкой Меня больше всего беспокоит ситуация, в которой я от своего же сокоманника получу торпеды в борт В этом режиме она тебя будет не очень беспокоить Потому что мы по аналогии с операциями и по аналогии с умерщенным боем Отключили здесь урон по своим На мой взгляд, очень правильное решение Лудус Рисус Навис Что за название? Похоже на латынь или заклинание? Золотые горы, иноземные ландшафты Цветков Владимир Про, обновлённые карты Давай поговорим о картах Давай Что нового вы сделали? Мы сделали три новых карты для первого апреля Это Лудус, Навис и Рисус Чем они отличаются друг от друга и что наиболее интересное в каждой карте, по твоему мнению? Пусть первым будет Лудус Это планета, которая больше всего была заселена людьми, где протекала жизнь, шла добыча каких-то ресурсов, но из-за техногенных катастроф она пустела превратилась в безжизненную пустыню, где очень тёмная и мрачная атмосфера, давящая своей серостью, как небо в Питере И никого нет? И никого нету А через что передана вот эта техногенная катастрофа? Самое, наверное, основное — это портал, который являлся основным хабом, наверное, ресурсов И этот портал со временем перестал работать, вырабатывать энергию и просто упал, развалившись на несколько частей И часть островов взмыло в небо Также стоит отметить, что очень клёвые эффекты нам сделали, отделы фиксов Между этими камнями не просто откололись, между ними ещё какая-то энергия вырабатывается Окей, переходим к следующей картине, какая тебе больше нравится из двух оставшихся Очень забавный случай произошёл как раз на ресурсе, потому что, если посмотреть на концепт, то здесь просто такие органические формы металла, которые только что добыли Там он рубленый, кристаллический, но когда я начал это делать, я сделал физику, засимулил, что они там падают, смешиваются Но в один момент что-то пошло не так, и всё сломалось, и произошёл взрыв в программе Мы подумали, что это клёвая идея, и таким образом появились взрывы на карте Давай поговорим про третью карту — Навис. В чём её отличие? Эта далёкая планета, она получилась очень наполненной жизнью Если посмотреть на карту, то там видны кратеры, как на Луне, в Лефенце были с Луны И из них вытекает магма Магма застывает такими кристаллами, которые больше похожи на лёд И это необычно, потому что контрастируют лёд и огонь Тяжела судьба дальневосточных кланов Прайм-тайм слишком поздно или очень рано Есть хорошие новости — поделиться хочу Подробности у Тины Ковальчук Привет, Тина Привет Давай ты мне расскажешь сначала про свою работу, чем ты занимаешься? Самое последнее, что мы сделали интересного — это кросс-реалмовые клановые бои А для чего вот эти кросс-реалмы нужны? Это нужно было для того, чтобы поднять интерес игроков клановых Чтобы им было интереснее и веселее играть Теперь они смогут играть друг с другом, выбирая для себя удобное время, прайм-таймы А также теперь наконец-то Дальний Восток сможет играть в удобное для себя время Мы же не первый раз пытаемся столкнуть несколько серверов в одном бою Нам не хватало мощностей, чтобы до конца протестировать Поэтому у нас был тестовый клановый сезон на базе кросс-реалма Чтобы проверить его под нагрузкой прот И что же не получилось? Мы обнаружили утечки памяти Это неконтролируемый процесс уменьшения оперативной памяти на серверах Каждый игрок имеет свой аккаунт Когда он нажимает кнопочку «Войти», этот аккаунт распаковывается на сервере Он выходит в бой, надевает флажки, снимает флажки, продаёт своё имущество, что-то покупает И потом он выходит из игры, и этот аккаунт должен разрушиться на сервере Это происходило не до конца И каждый аккаунт оставлял свой маленький след на сервере И получалось так, что память засорялась И в какой-то момент эти указатели достигали критических значений И у нас возникали проблемы И игроки не могли просто зайти и поиграть Сейчас мы эту проблему решили? Да, сейчас мы эту проблему решили Мы научили наших ботов, с помощью которых мы тестируем фичи Создавать кланы, создавать отряды, выходить в клановые бои Их у нас четыре тысячи Восстание машин какое-то Если что, то виноват ему Мы старались, у нас получилось Что помимо кросс-серверного матчмейкинга будет в этой версии? Мы еще немножко доработали UI А теперь в постбоевой и боевой статистиках У нас будет отображаться realm, из которого клан пришел И рейтинг — альфа или браво И теперь у нас еще будет фиксироваться прайм-тайм выходом в бой Раньше он фиксировался непосредственно в таблице прайм-таймов Теперь там игроки будут его клонировать А фиксировать уже кнопкой бой Ты сама поигрываешь? Ну, немножко Скажешь, в каком клане? Чтобы базу защищать, надо базу сделать Это не проблема для 3D-отдела Лазерные пушки к Гинденбургу вместо башен Как это делали, расскажет городянский Саша Нас ожидают космический режим продолжения нашего космического лора Новые карты и новые корабли Что нового в кораблях? Новый скин в Гинденбург и Шамакадзе Ты строил оба? Нет, я делал в Гинденбурга, а также модели станции и добывающего комплекса Как происходит процесс создания модели для Гиндена? Поверх оригинальной модели были набросаны некоторые простые формы От которых я отталкивался В дальнейшем я их, как скульптор, из них убирал лишнее Ну, и текстурил На какие детали стоит обратить внимание? На такие мелочи, как Знак «Не трогать на дымовой трубе» Спасательные люки, люки под орудиями для подачи боеприпасов Стоит покрутить его в порту и увидеть руку мастера, да? Да, да, да Как-то так Один из основных элементов в новом режиме — это база, ее защита Как создавалась база? С ней такая история получилась, что она изначально делалась как орбитальная станция, которая висит в космосе Но когда она уже была готова процентов на 60, пришли геймдин-дизайнеры и сказали, что она должна стоять на воде На полпути вас разработали? Как перемещение с орбиты на планету, собственно, повлияло на ее конструкцию? Некоторые детали и стыковочные шлюзы были переделаны И она получилась по итогу двухъярусной Ну и, конечно, учитываются Это минимальные какие-то технические вещи, логические, иначе игрок в это не поверит 0.8.2 в разработке, а это значит не за горами общий тест Ну а как иначе, на 20 тысяч игроков общий тест намечен Командир, пора готовиться к этой встрече Читаю комментарии под видео в прошлом и вижу, что не верят тебе люди Какие 20 тысяч участников? Ну, возможно, правильно, что не верят На самом деле, в прошлом паблике участвовало аж 26 тысяч человек Слушай, 26 тысяч — это достаточно большая сумма, большое количество людей Как они собираются? Из кого они состоят? Это игроки со всех регионов, со всех наших регионов, кто играет в игру Там и Америка, и Азия, и СНГ, и Европа И это не какой-то пик в один день, а все и сразу, да? Ну, это вот столько людей поиграло за все прошедшие три сессии паблик-теста Наши дневники выходят в одно и то же время с общим тестом Как это повлияло на количество участников? За прошедшее время уже пришло где-то примерно 11 тысяч человек после начала паблик-теста, и хороший результат, думаю, будет больше Будущая версия 0.8.2 ожидается плотной по количеству контента Сколько людей нам нужно? Чем больше, тем лучше Приходите все Будет интересно Космический режим, обновленные карты, много режимов новых Встретимся на паблике За окном весна стали короче ночи С вами были дневники разработчиков Ставь лайк, подпишись на канал До встречи в новом выпуске Всех обнял Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok